В следствии объективно рассмотрят все мотивы, которые имел пролоков, для того, чтобы написать это заявление. И, соответственно, объективно рассмотрят это уголовное дело, которое, я считаю, оговором несправедливо. А, речь, если идти на сборку, на тот момент я, Добсен, кафедр истории политологии, пришел в партию по приглашению, чтобы провести выборы в качестве политтехнологии. Это была надбавка за выборы, которую ему поручили мне выплачивать. И он должен был, для меня, оформить ставку помощника, оплачиваемый в 20 лет. Но он сказал, что ставку помощника после выборов у него занят. Соответственно, после этого он предложил мне, говорит, давай я не в завод, чтобы устроим кого-то из твоих рабов. В 20 лет у него не было никаких претензий. И после того, в 20-м году, когда у нас была конкуренция, я сам забрал трудовую книжку, соответственно, жена к этому делу вообще никакого отношения. Это была моя надбавка за мою работу. Каждый год вы знаете, что я отвечаю за выбор. Я главный технологии регионального отделения. Соответственно, моя задача, макеты, слоганы, идеология. Но никак не кадровые вопросы, которые рассмотрены только калинингальные партийные органы. Я никак не мог повлиять на его последующие через 5 лет поближения. Вы сами знаете, кто занимается городской думой. Кто принимает решения по кандидатскому корпусу. Я никаким образом не мог повлиять на его возбуждение. Я не мог, не представляете, я пришел в парк. Я в первый раз увидел, когда мне позвонил в старстве, по-ручке. Я городской думой не занимался, я занимался областной думой. Я ввел партийный список, содержание компании. То, что Проваторов меня говорил, здесь четкие, очевидные вещи. Вещи, то, что это либо заказ чей-то попросили Проваторова и любители, и заставили. Либо он просто оговорил из-за личного незащения. Проваторова